Рад снова быть с вами. Приглашаю вас на свежий воздух. Сегодня наше служение проводится снаружи. Сейчас в Теннесси прекрасный сезон. Наша тема сегодня называется «Америка. Благословение или проклятие?». Я верю, что в наше время Бог потрясает Землю. Во всех сферах, будь то политика, идеология или новый вирус. Я не знаю, чем это закончится для нашей нации, но этот конец определяется состоянием Духа Божьего народа. Нашим выбором и изменениями, которые мы инициируем. Проблема не в том, что нечестивые злы, а в том, что верные равнодушны. Бог призывает нас открыться для Его воли. Тогда Он ответит нам «Для меня честь провести это время вместе с вами». Поэтому возьмите Библию и блокнот. Приготовьтесь погрузиться в Божье Слово. Будьте благословенны. У нас с вами есть два гражданства. Во-первых, я гражданин Соединенных Штатов. У меня есть документ, удостоверяющий личность. Я обладаю всеми правами и несу все обязанности гражданина США. Многие из вас тоже. Мы собраны из наций эмигрантов, которые приплыли сюда со всех уголков мира. Мы связаны друг с другом не из-за внешнего сходства и не из-за наследия, которое принадлежит нам с незапамятных времен. То, что связывает нас, это закон. Мы одна нация, потому что так определяют наши законы. Однако сегодня силы этих законов находятся под угрозой. Если мы не закроем наши южные границы и не установим правовые порядки для эмиграции, мы потеряем свои свободы и права. Это не политическая проблема, это проблема менталитета. Нам нужно позаботиться о том, чтобы люди у власти, которых мы выбираем, продолжали бы поддерживать законы в нашем государстве. И давайте также помнить, что мы граждане не только своей страны, но также и духовного мира. Эти два измерения существуют одновременно. Мне проще представлять эти два мира как два измерения. Не забывайте о своем гражданстве в духовном мире. Вы можете быть гражданином либо в царстве тьмы, либо в царстве Божьем. Я исполняю свой долг как гражданин Божьего царства. Я молюсь за моих сограждан, жителей США, и призываю вас к тому же. Но также я всегда помню, что моя первая ответственность перед Богом в духовном мире. Это происходит не от того, что я присоединился к какой-либо церкви или динаминации, или благодаря слаженной толковой теологической системе или следованию своду правил. Вход в Божье царство возможен только благодаря одной личности. Его имя — Иисус из Назарета. Вам нужно принять Его в свою жизнь. Недостаточно просто верить в то, что Он является Мессией, тем, кого Бог обещал послать через пророков. В это верят и академики, и профессорам. Чтобы стать последователем Иисуса, нужно этот исторический факт перенести на свою жизнь. Нужно признать Иисуса Господином своей жизни. Это касается изменений всей вашей жизни, того, как вы относитесь к себе, к окружающим, к семье, к браку и так далее. Все, что вы делаете со своей жизнью, ресурсами, временем, планами на будущее, все это должно быть связано с Иисусом из Назарета. Если это не так, то, поверьте мне, совершенно не важно, сколько у вас Библии и посещаете ли вы Церковь в Воскресенье. Я хочу, чтобы на этом собрании у вас возникла полная ясность по этому вопросу, хотя бы на время моей проповеди. К какому из вечных духовных царств вы принадлежите? Чтобы участвовать в Царстве Божьем, важно ваше намерение и решение. Иисус говорил, что никто не войдет в Царство Божие, если не родится свыше. Для этого требуется рождение свыше, оно так же значимо, как телесное рождение. Давайте сейчас помолимся все вместе. Я прошу вас, пожалуйста, повторяйте вместе со мной эту молитву. Всемогущий Бог, я грешник, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус – это твой Небесный Сын, что Он умер на кресте за мои грехи, и что ты воскресил Его из мертвых, чтобы оправдать меня. Прости мои грехи. Я прощаю всех, кто согрешил против Меня. Иисус, будь Господином моей жизни. Все, что Я есть, все, что Я имею, Я отдаю Тебе во имя Иисуса, моего Господа. Аминь. Аллилуйя. Добро пожаловать в Божье Царство. Благословение или проклятие. Надеюсь, вы читаете с нами Библию ежедневно. Это один из самых доступных инструментов для совершенствования веры. Вы можете найти его на сайте или в церковном приложении. Вы можете слушать изучение, занимаясь повседневными делами. Мы сейчас изучаем книгу Иова. Это прямо посередине Ветхого Завета по соседству с псалмами и притчами. История Иова довольно тяжелая. На этой неделе сразу несколько человек сказали мне, что не очень хотят читать книгу Иова. В этой книге Бог празднует верность Иова. Сатане не в чем его упрекнуть. Сначала он говорил Богу, что Иов любит его только потому, что он так благ к нему. Он говорит, если ты позволишь мне совершить то, что я хочу, он проклянет тебя. И Бог соглашается на это. Иов теряет все. А затем к нему пришли его друзья. И стали объяснять Иову, почему это все с ним случилось. Будьте осторожны, когда вы высказываете свое мнение. Я хотел сегодня немного поговорить об этой книге. Мы скоро будем читать ее конец. И хорошая новость состоит в том, что Иов выходит из этой истории в лучшем положении, чем даже в ее начале. Нам всем приходится что-то преодолевать. Нет ни одного человека под этим солнцем, который не сталкивался бы с трудностями. Если вам кажется, что у кого-то нет проблем, то вы просто не очень хорошо знаете этого человека. Жизнь бывает очень тяжелой. Мы поговорим о 39 главе, а также о 40 и 41 главах книги Иова. Не вдаваясь в детали, не переживайте. В 39 главе Бог хочет ответить Иову и его друзьям. В начале 39 главы Он говорит, «Вы даже не понимаете, что такое Моя слава». А вы думаете, вы умны? Дайте я расскажу вам, как это выглядит с моей стороны. Бог задает Иову вопросы. Он демонстрирует ему, что такое Божья слава. Если бы мы могли демонстрировать, что такое Божья слава. Но зачастую мы сидим на проповеди, словно приклеенные к скамейке. Не смеемся, не радуемся. Я не думаю, что наш Бог такой. Наш Бог — реальный Бог. Он знает все тайны вашего сердца, все, что вы хотели бы скрыть даже от самих себя, и Он все равно любит вас. В 39 главе Бог демонстрирует, что такое Его слава на примере животных. В первом стихе Он говорит, «Знаешь ли ты время, когда рождают дихие козы на скалах? И замечал ли роды лань? Если ты такой умный, кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы анагру? Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у яслей твоих? Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу?» Далее, 19 стих. «Ты ли дал коню силу и облег шею его грибы? Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое?» Бог использует всех этих животных для того, чтобы привлечь внимание Иова и заставить его задуматься. «Если ты такой умный, давай поговорим о твоем мире». Божья слава окружает нас повсюду. Мы живем во времена, когда человеческий характер вырождается. Но в первой главе послания к римлянам мы читаем, что Божий характер виден через его творение. В 40 главе Иов отвечает в свою защиту. Первые стихи. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня». Все это для того, чтобы оправдать себя. Опасно так говорить с Богом. Он ответил Богу, «Я не достоин, чтобы отвечать тебе. Я закрываю свои уста руками. Я отрекаюсь от своих слов. Я больше ничего, больше ничего не скажу». В одном из современных переводов слова Иова следующее. «Я сдаюсь. Я признаю, что поступал глупо». Бог продолжает давать свои откровения Иову. Иов действительно много претерпел, но выходит, из всего этого он с гораздо более ценным сокровищем, чем все, что у него было до этого. Он выходит из этой черной полосы с откровением о Боге, которое потрясет его будущее. Несколько стихов в 40-й главе говорят о том, как Бог поступает со злом в этом мире. Мне кажется, что к нашим временам они очень подходят. Бог заявляет о своей роли в мире. Он спрашивает, готов ли Иов сам разобраться с нечестивыми. Иов говорит это несправедливо. «Я не могу ответить на твои вопросы, Боже. Готов ли ты разобраться с нечестивыми?» 40-й глава, 6-й стих. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть мой суд? Обвинять меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, и злей ярость гнева твоего. Посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, пилиться их, покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Бог бросает вызов Иову. Он говорит, «Ты знаешь, как смирить нечестивых? Сможешь ли ты это сделать? Сможешь?» Иов ответил мудро. Я думаю, что нам стоит запомнить его ответ. Нет. Эту работу лучше предоставить Богу. Мы видим несправедливость. То, что происходит вокруг нас. Но нам важно помнить, что нам не дано с этим справиться. Мы зависим от всемогущего Бога. Единственный человек, над которым у нас есть власть, это мы сами. Единственное качество, которое нам может помочь, это страх Господень, наше почтение к Нему. Когда мы отдаем Ему контроль, когда мы понимаем, что мы сами не Боги. Даже моя жизнь не принадлежит мне. Если завтра я продолжу дышать, то это потому, что Бог дал мне дыхание еще на один день. Я служу, чтобы угождать Ему. Я могу строить планы, но в конечном итоге Бог направляет мои пути. Вирус немного отрезвил нас, не так ли? Мы были настолько гордыми и заняты собой, что едва оставалось время для Бога. Наши правительства или социальные службы не позаботятся о нашем благополучии, но Бог дал нам билетик на место в первом ряду. Без Его помощи мы не сможем жить в свободе. У меня сложилось впечатление, что беззаконие и разрушение сейчас достигли небывалых масштабов. Я изучал историю и знаю, что и раньше было достаточно страшных по-настоящему темных периодов. Мы не впервые сталкиваемся с борьбой, болью и беззаконием. Но я уверен, что за последние месяцы что-то изменилось. Беззаконие и разруха разоразились в полную силу. Бог снял свой барьер, и духовные силы развернули масштабные противостояния. За примерами в нашей стране далеко ходить не надо. Сейчас среди нас происходит разделение и разобщение. Мы никогда еще не были так разобщены, как сейчас. Мне кажется, что это разделение происходит от укоренившегося чувства собственной непогрешимости. Причин для разделения множества. Мы не принимаем тех, кто выглядит по-другому, говорит не с тем акцентом или одевается по-другому. Мы обращаем внимание на то, из какого человек штата, как он относится к безопасности собственного здоровья, вакцинирован он или нет, носит маску или нет. Разделение основано на том, какую машину мы купим, на бензине или электричестве, являемся ли мы демократами или республиканцами и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности. Поэтому я могу сказать, что сегодня мы сталкиваемся с невиданным доселе разделением. Я наблюдаю это и в своей жизни, с людьми, с которыми я провел долгие годы бок о бок. Среди нас действует дух разделения. Я считаю, что нам нужно быть внимательными, когда речь идет о нашем духовном гражданстве. Пусть это объединяет нас. Кроме разделения, также распространяется и беззаконие, особенно на наших границах. Вопрос цензуры. Сейчас он стоит так остро, как я не видел за всю свою жизнь. И сейчас это делают так беззастенчиво, так откровенно. Если кто-то говорит что-то неугодное вам, просто объявите, что он распространяет дезинформацию. Цензура — это новый способ заставить кого-то замолчать. И это большая проблема. Повсюду вспышки насилия. И вместе с тем слышатся призывы остановить финансирование тех органов власти, которые борются за нашу безопасность. Это полный бред. Нам нужно встать на защиту власти в нашей стране. Нужно, чтобы власти отчитывались за свои действия. И все же... Я так благодарен этим людям за то, что они не побоялись и вышли на передовую в такое тяжелое время. Не следует заставлять других соответствовать стандартам, которых мы сами не придерживаемся. Наша власть отражает состояние нашего сердца. Это смысл большого эксперимента, который зовется Соединенные Штаты Америки. Наши лидеры должны выражать то, что у нас на сердце, начиная с местных властей, заканчивая самой верхушкой власти. Это абсолютно ясно, как и то, что нам нужно изменить отношения в нашем сердце. Повсюду распространяется беззаконие и жадность. А в нашем обществе действует дух зависти и жадности. Мы не собираемся платить долги, которые взяли на себя добровольно. Кто вам такое сказал? Мол, мы можем делать и так, и так. Никто не давал нам такого права. Мы подверглись манипуляции. Это происходит из-за жадности и зависти, которые живут в нашем сердце. Честная работа и доход, а также чувство удовлетворенности потеряли свое значение. Это очень важные библейские принципы, которые должны процветать в церкви. Семья подвергается полномасштабной духовной атаке. Институт брака, роль мужчины и женщины, определенное в Писании. Роль родителей. Все это должно основываться не на нашем мнении или опыте, а на библейском взгляде на мир. Если мы отстраняемся от Божьего совета и мудрости, мы не можем получить Его благословение. Я могу продолжать еще долго, но думаю, вы и сами это все знаете. Я тут услышал, что ФБР собирается вести наблюдения за нашими школьными собраниями. Это что, шутка такая? Это же наши дети и дети по соседству. Наше мнение по поводу того, чему их учат, имеет большое значение. Вопрос в том, что мы можем с этим сделать. Нам нужно молиться за наш народ. Это серьезно. Законы сдерживают зло, но они не делают добро. Законы не делают добро, а они лишь сдерживают зло. Вы знаете это. Например, мы не хотим платить штраф, поэтому не нарушаем скоростной режим. Но это не делает нас лучшими водителями, потому что, когда никто не смотрит, нам следует молиться за наш народ, потому что законы спасают нас от зла. Мы говорим, я спешу. Но законы не делают добро. Нужно молиться за правительство, потому что делать работу в церкви не самое хорошее решение. Государство не призвано делать людей праведниками. Это задача церкви. Государство не может совершить эту работу за церковь. Это наша задача. Такое ощущение, что злых людей больше, чем добрых в наши времена. Наше правое дело должно обрести свой голос. Злые дела в нашем обществе становятся все более масштабными с каждым днем. Нам нужно что-то, что изменит плохих людей, и превратит их в хороших. И это должно произойти на глубоком уровне. Господь дает нам решение этой проблемы. Это благая весть Иисуса Христа. Нам нужно, чтобы Его история звучала постоянно, непрерывно. Со всем рвением и усердием нам следует рассказывать ее повсюду. Именно мы можем побудить кого-то измениться в сердце. Ни законы, ни политики, ни большинство голосов. Нам важно, чтобы сердца менялись. Это задача церкви. Мы призваны не воевать с другими людьми, а приводить их к Богу. Мы призваны молиться за нечестивых и иметь сострадание к ним. Нам следует рассказывать им свое свидетельство. Для того, чтобы благовествовать, не нужно вести себя так же, как эти люди. Не нужно участвовать в их злых делах и разврате. Мы должны не злиться и обижаться на них, а проявлять сострадание к ним. Самые жесткие слова Иисуса обращены не к женщине, пойманной за прелюбодеянием. Он спросил ее, где обвиняющие тебя? «Вот, нет никого. Я тоже не обвиняю тебя». Говорит он, «Иди и больше не греши». Он сказал ей истину. Он не сказал. «Я понимаю, у тебя трудное время, и тебе нужен кто-то рядом». Он сказал ей идти с миром, но изменить свое поведение. Нам следует относиться к людям состраданием. Нам нужно изменение в сердце, и пусть оно начнется с нас. Люди, с которыми вы работаете. Ваши соседи, люди, которые водят своих детей в тот же спортивный кружок, что и вы. Делились ли вы с ними своей историей? Или же мы тратим время на гнев и обиду? Самые жесткие слова, о которых говорил Иисус, были обращены не к явным грешникам, а к религиозным лидерам, которые с помощью религиозных правил пытались помешать людям приходить к Богу от всего сердца. Иисус говорил с ними категорично. Я думаю, что сила наших молитв направлена не в то русло. Думаю, что мы увидим изменения, которые коснутся лидеров. Мы уже видим изменения в сердцах людей по всей нашей стране. Прежде чем закончить, я хочу, чтобы мы помолились. Ответ на вопросы, с которыми сталкивается наш народ, заключается не в смене лидеров. Должны произойти изменения наших сердец. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты изменил нас. Просим Тебя, веди нас вперед. Мы доверяем себя Тебе. Пусть Твои цели будут достигаться через нас. Будь милостив к нам во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С вами пастор Аллен. Мы живем во время бурь. Мы видели ураганы в заливе. Мы оставляли американцев в Афганистане. Видели пожары в Калифорнии. Такое чувство, что куда ни глянь, всюду бушуют бури. Мы подготовили инструменты, которые могут помочь вам в это время. У нас есть книга «Сознательная вера». Это простая книга, которая может стать мощным инструментом в нашей жизни. Если мы не настроимся на результат, то не достигнем его. Большинство из нас рады сбросить пять фунтов, но если мы ничего не будем делать для этого, то не проснемся, завтра худея. Я должен изменить питание и взяться за упражнения. Мы бы хотели больше духовных свобод и стабильности, свободы от тревоги. Но нам нужен путь, чтобы достичь этого. И именно ему и посвящена эта книга. В ней вы найдете 10 простых идей, которые помогут вам установить принципы, которые принесут стабильность и свободу в Господе. Мы пройдем их вместе. Я также подготовил сборник «Сто дней веры». Это стодневный сборник, в котором я присоединюсь к вам. Мы будем проводить время вместе, делая шаги для того, чтобы принять Божие благословения на нашу жизнь. К этому сборнику я добавил дневник, чтобы вы записывали то, что Бог делает в вашей жизни. Мы не можем делать то, что делали всегда, и ожидать лучшего результата. Это безумие, мы все понимаем это. Мы не можем просто желать, чтобы зло ушло. Я говорил со многими людьми, и все говорят мне одно и то же, что я могу сделать в это безумное время с ковидом и множеством манипуляций. Мы можем принять решение сознательно искать Бога, как никогда ранее. Закажите экземпляр «Сознательной веры» и пройдите путь «Ста дней веры со мною». Ведите дневник того, что делает Бог, и вы окажетесь в новом месте. Откройте новый уровень надежды и свободы с новой книгой пастора Алана Джексона «Сознательная вера». Она покажет вам 10 способов обретения цели и водительства в вере, отношениях и жизни. Жертвуйте 20 долларов и заказывайте книгу сегодня. За пожертвования в 40 долларов и больше вы также получите дневник, который поможет вам запомнить ключевые моменты книги и применить их на практике. Кроме того, у нас есть бесплатный ресурс. Наша рассылка «Сто дней веры», на которую вы можете подписаться также на нашем сайте. Мы рады, что можем предложить вам эти ресурсы. Они изменили жизни других и помогут вам укрепиться в вере. Заказывайте книгу и дневник на нашем сайте или по номеру, который видите на экране. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok